Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я рада вас приветствовать на своем канале. Я визажист, опыт работы около уже 25 лет. Сегодня будет тема очень важная, это как корректировать нависшее веко. Этот ролик я уже записывала 3 года назад, и там много говорят, ну разве у вас нависшее веко, да вы не видели нависшего века. При этом, кстати, было очень много тоже благодарностей, спасибо вам огромное. Я решила перезаписать и немножечко вам рассказать, может быть, как-то новыми словами. Что касается объемного века или нависшего века, это будет зависеть от того, какая у вас национальность, как это ни странно, какого смешения кровей, и вообще, честно вам скажу, объемное веко это нормальное строение европейского лица. Поэтому корректировать такое веко можно уже научиться, и это не сложно, и в этом ролике я как раз подробно покажу, как сделать вот такой макияж, что даже вообще и намека нету, что у вас нависшее веко. Почему-то голливудские дивы умеют это делать, а мы нет. Поэтому посмотрите внимательно, я пошагово рассказываю, как можно скорректировать, причем любое нависание. Нависшее веко это когда у вас произошло уже изменение с возрастом, а объемное веко это когда девушки с рождения с такое строение глаз, что веко оно такое как бы немножечко округлое, овальное, и закрывает подвижные века. Вот как корректировать такие веки более подробно я сейчас расскажу. Так, начинаем. Посмотрите, у меня сейчас нету макияжа глаз, сделана только одна бровь, сейчас я буду делать вторую, и тут есть маленький нюанс. Он очень важный, потому что если у вас не получается сделать макияж глаз и приподнять веко, скорее всего у вас неправильная бровь, поэтому макияж глаз начинается с правильной формы бровей. А что значит правильно? Для того, чтобы создать эффект лифтинга, нужно, чтобы самая высокая точка, обратите на это внимание, находилась на уровне внешнего уголка глаза, то есть вот здесь. Вот таким вот образом, посмотрите, если вот эта часть нависает, вот она, да, то тогда именно нам и здесь и хочется, как правило, приподнять глаз. Поэтому вот этот эффект лифтинга будет работать за счет и пика бровей. Видите, вот я приподнимаю, и у меня уже как будто бы эффект вот этого подтяжки, он работает. Вот с бровями это 100%. Неправильная форма бровей, она будет давать неправильную форму глаз. Посмотрите, вот, если изменить чуть-чуть в другую сторону, например, направление, здесь повыше, тут пониже, глаза автоматически будут смотреться как плачущие, несчастные. Поэтому берем карандаш для бровей и делаем самую высокую точку на уровне внешнего уголка глаза. Это практически классика. Все девушки, которые хотят создать эффект лифтинга, вам нужно обратить на это внимание. У вас сразу же будет лучше получаться макияж глаз, потому что вот эта линия бровей, она как оправа для глаз. Правильно сделали линию, все, глаз уже смотрится по-другому. Плюс, когда вы будете делать макияж, у вас автоматически просто рука будет направлена на то, чтобы создавать гармонию в этой зоне. Это работает очень сильно, поэтому брови играют просто ключевую роль в макияже глаз. Что касается объемного века или нависшего века. Значит, объемное веко это когда, например, девушке 20 лет, допустим, да, 20-30 лет, и еще возрастных изменений нет. И вот эта часть века, вот эта часть века, она может быть такая немножечко как округлая. То есть, ну вот если я покажу, вот здесь видите, вот косточка, да, вот она как выступающая и округлая. Вот это место, оно плавное, и у молодой девушки, соответственно, оно будет упругое. Поэтому если мы говорим про объемное веко, оно может быть у девушек с рождения, можно обратить внимание на своих, может быть, знакомых, а возможно у вас такая форма бровей, ой, глаз. Что касается нависшего века, это как раз возрастное, да, то есть я взрослею, я старею, к сожалению, и появляется вот это вот нависание. То есть нависает именно, знаете, как бы больше кожа. То есть бывает, что вот эта вот часть века, она превращается, я бы даже сказала, знаете, как в тряпочку. Поэтому вот эту часть века нужно приподнять, как будто бы вернуть тонус кожи. Соответственно, перед тем, как делать рисунок теней, очень важный момент, это подготовить кожу. Подготовить кожу, это нанести базу под тени. У меня сейчас морфи, мне очень она нравится, она очень легкая. Что такое база под тени? Это то средство, которое делает более гладким, ровным кожей. Все, и у вас уже будет значительно проще рисунок тени. Он просто автоматически у вас будет хорошо растушевываться. Тени, конечно же, должны быть матовые, потому что матовые создают иллюзию глубины. Нам нужно в данном случае сделать эффект лифтинга, подтяжки, вот так. Поэтому то, что выступает, объемная эта часть или нависшая, одно и то же, то нам нужно вот эту самую выступающую зону затемнить. Мы набираем на кисточку матовые тени, желательно темные, которые создадут как раз эффект тени. Кисточка должна быть кругленькая. Если она будет плоская, как вот эта кисть, у вас может ничего не получиться. Вот это принципиально важно. Поэтому если у вас не получается, возможно у вас не та кисть. Набирайте на кисточку, такая кисточка называется бочонок, также можно назвать факелообразная, вербочка, как угодно, не важно. Самое главное, чтобы она у основания была круглая и мягкая. Мягкость дает именно ее высота. Если высота приблизительно, сейчас скажу, миллиметров 7, это очень хорошо. Если короткий бочонок, то тогда у вас не получится растушевка. Все это можно сделать одной кистью. Вы берете и как раз самая нависшая часть века, в этом случае очень важно смотреть в зеркало прямо. Если вы так будете, то вы не поймете куда наносить. Если вы вот так вот сделаете, вы тоже можете ошибиться. Вы натянули уже веки и будете наносить как раз вот здесь. Потом вы расслабили и весь рисунок уйдет под складку и эффекта не будет. Поэтому, значит, смотрим прямо в зеркало и вот таким вот образом та часть, вот эта часть, мне она не нравится. Она нависшая. Я хочу ее слегка утопить, сделать не такую выступающую, не такую объемную. Поэтому глаза у меня в спокойном состоянии и я затемняю, нежно наступаю на кисточку для того, чтобы как раз создать вот этот мягкий рисунок. Если вы на кисточку будете нажимать очень сильно, у вас не получится. Тем более, если у вас кожа совсем нежная, прямо как тряпочка. Вот у меня уже становится как тряпочка. Я понимаю, о чем я говорю. У меня уже стали веки более нависшие. Я это вижу. Все-таки возрастные изменения никуда не денутся. Мне недавно исполнилось 47, поэтому, конечно, все эти изменения на лице, на лицо. Итак, посмотрите, видите, как только вы затемняете самую объемную часть века, автоматически вы уже создаете эффект глубины. И вот я немножечко подальше отхожу и видно, да, насколько глаз стал более открытый и значительно больше. Также я это делаю и с нижним веком. Чуть-чуть, только внешний уголок. То есть я увеличиваю глаза по вертикали и по горизонтали. Совсем чуть-чуть. Внешний уголок это самая темная зона в макияже глаз. Поэтому здесь можно подтемнить побольше. Посмотрите, как глаз округлился, стал больше. Теперь прикрываем немножечко. И видно, что вот здесь вот есть какие-то ляпы. То есть я беру сейчас кисточкой и вот здесь вот заполняю вот это пространство, где изначально у меня не получилось нанести. Поэтому начинать нужно именно в первую очередь, как вот я показала. То есть не с подвижного века, то, что я сейчас делаю, а именно при открытых глазах. Таким образом вы поймете, как делать форму. И вы увидите разницу. Теперь, видите, рисунок он стал немножечко такой, ну скажем, не совсем чистый, не совсем ровный. Нету плавной растушевки. У меня в данном случае тени люкс визаж номер 01. В данном случае я сейчас использовала вот этот самый темный цвет. Теперь я возьму цвет, который посветлее, этой же кисточкой, убираю лишнее. И цвет, который посветлее, он у меня будет в данном случае как растушевочный. Я этой же кистью и движения делаю более легкие. То есть как будто бы еле-еле касаясь. Обратите внимание, у меня кисточка, она не деформируется. Что это такое? Если нажать сильно, посмотрите, видите, как кисть? Вот когда вы так сильно нажимаете, у вас не получится растушевки. Если вы совсем чуть-чуть дотрагиваетесь, вот как я сейчас делала, то у вас получится хорошая растушевка. То есть создается эффект дымки. Так как цвета между собой похожи, они из одной палитры, то таким образом создается ощущение одного цвета. Как будто бы вот он так мягко у меня расплывается, что создает эффект даже такого легкого смоки айс. В принципе, можно на этом остановиться. Дальше, для того, чтобы этот рисунок был более красивый, четкий, я сейчас беру консилер. И смотрите, что делаю. Вот сюда чуть-чуть наношу. Или кисточкой, или спонжиком. Вот у меня тут в руках спонжик. И я вот таким вот образом подчищаю зону нижнего века. И у меня рисунок становится, видите, более чистенький. Следующий шаг. У меня тени блестящие. Для девушек, у кого нависшее объемное веко, можно ли блестящие тени? Можно. Только осторожно. И нужно понимать, куда наносить. Значит, именно матовые делают вот эту форму. А блестящие они придают украшение. Поэтому, в данном случае, у меня Armani номер 2, кремовые тени. Я наношу на подвижное веко. Теперь уже закрываю глаза. И близко к ресницам, до складки глаза, наношу, ну, практически, знаете, как вам больше нравится, любые сияющие тени. Самое главное, чтобы они не были уж слишком белые. Чтобы не было контраста между темными и светлыми. Возможно, это даже похожие между собой цвета. Таким образом, я создаю разные текстуры, разное сияние и при этом иллюзию единой формы. То есть, у меня, видите, как будто бы один цвет из блестящего плавно переходит в цвет тени. Чтобы сделать еще более совершенную растушевку, я очень часто использую загарную пудру. Я ее обожаю, всегда про нее рассказываю уже много лет. И мои ученицы на курсе, которые учатся, прекрасно понимают, что практически ни один макияж не обходится без бронзера. Именно матового бронзера. Потому что в некоторых случаях это может быть как раз тот цвет, который можно использовать в качестве теней. Если вы любите более легкий вариант. Этот бронзер я наношу в качестве румян. И в принципе любые румяна также могут служить вам средством для растушевки тех теней, которые вы сейчас используете. И такой же большой же кисточкой набираю этот бронзер и делаю растушевку вот таким вот образом, большой кистью по тому рисунку теней, который вы сделали. Что это дает? Это дает еще больше вот этот эффект дымки, мягкости, естественности, что очень важно, особенно девушкам постарше. Я это прекрасно понимаю. Чтобы усилить еще этот эффект, конечно же, хайлайтер имеет большое значение. Если под пик брови нанести небольшое количество блестящих теней, кремовые, сухие, не важно. Самое главное именно под пик брови. Но чтобы это место было небольшое, чуть-чуть совсем, этого достаточно. И на фоне вот этого блика сразу темная часть теней, она создает еще большую глубину. Здесь не обойтись без завершающего штриха. Это ресницы. Для того, чтобы усилить эффект теней, я делаю всегда керлер. Я делаю, сейчас покажу два варианта. Первый вариант, это вот так вот на ресницы, которые не накрашены. Затем я крашу ресницы. И когда тушь высохла, я делаю это повторно. Ресницы вот это все усиливают. Если вы говорите, ой, я сколько раз пробовала носить тени, но они постоянно дают уставший вид. Могут дать уставший вид, если у вас нету консилера здесь раз. Если вы не подчистили зону теней, не сделали вот этот вот красивый угол, не убрали вот здесь осыпавшиеся тени. Если у вас красные белки, уставшие глаза, да, то есть вот эти все элементы вокруг этой формы, они играют огромное значение. Поэтому для того, чтобы сделать красивые глаза, нужно учитывать все. Ресницы крашу таким образом, чтобы создать эффект панорамного взгляда. От самых корней сначала как бы прочесываю и дотрагиваюсь кисточкой до корней. Таким образом, те, кто не любит, например, рисовать карандашом нежресничное пространство, вы можете это сделать тушью, когда дотрагиваетесь до самых корней, даже чувствуете, как вот влажная тушь прикасается к слизистой глазу. Затем вы начинаете прокрашивать до самых кончиков ресниц, от корней, потом кончики. Потом раскладывайте ресницы как веер. Это важно, потому что вот этот веер от ресниц закрывает еще больше объемное или нависшее веко. Я не люблю говорить нависшее, я обычно говорю объемное. Суть от этого особо не меняется. Просто так это выглядит, точнее слышится, деликатнее. Это прям какое-то наказание, нависшее веко. Так, посмотрите, как ресницы закрывают рисунок тени. Все, глаз становится, видите, более открытый. Тут очень хорошо видна разница. То же самое нижнее веко без фанатизма. Прокрашиваю. Потом опять я возвращаюсь к верхнему веку. Крашу ресницы еще раз. Таким образом я создаю все больше и больше эффект лифтинга. Чем более круто, скажем так, поставлены ресницы, тем лучше будет коррекция нависшего века. То есть в данном случае здесь играет все. Здесь играет роль и рисунок теней, и ресницы, и консилер, и бровь. И вот это сочетание румяна здесь и румяна здесь, в данном случае, как бронзер. Видите, какая большая разница. И вот если я сейчас в спокойном состоянии, очень хорошо видно, да, что вот эта часть, вот века. Поэтому не важно, насколько сильно у вас идет нависание. Здесь будет важно именно, как вы сделаете вот этот рисунок. Поэтому даже если века очень сильно нависше, даже если у вас вот эта кожа, она практически как лежит на ресницах, все равно, если вы будете делать вот по этой рекомендации, как я вам показала, вы увидите результат. Возможно, что у вас глаз не раскроется там в три раза. Но то, что вы все равно подкорректируете и будет эффект, это 100%. Сейчас я покажу второй глаз. Все те же самые средства из декоративной косметики, но другая последовательность. Это тоже имеет место быть. Значит, я наносила бронзер на щечки, да, и на глаза. Можно начать с него и нанести бронзер на зону века. То есть вы берете вот эту кисточку, еще перед тем, как наносить тени, наносите бронзер. Я это делала здесь, делала. Еще раз здесь делаю, только в первую очередь. Этот способ, как раз те, кто делает первый раз, чтобы не переборщить, чтобы вам было проще, можно делать как бы потихоньку. Я имею в виду сначала один цвет светлый, потом следующий светлый, потом темнее, темнее. И таким образом вы дойдете до такого же эффекта. Затем я беру тени, которые у меня здесь были как растушевочные. Набираю на кисточку, чуть-чуть встряхиваю. И опять же, вы смотрите в зеркало при спокойном состоянии и начинаете наносить вот эти вот тени, которые не очень темные. Таким образом вы можете контролировать интенсивность цвета. Потому что для кого-то может показаться, ой, что вы, Жанна, я такие темные тени использовать не буду. Даже если у вас будут тени светлее, у вас все равно будет результат. Поэтому насыщенность это ваше дело личное. Поэтому начиная с не очень темного цвета, у вас как раз будет возможность понимать, где уже достаточно остановиться с затемнением теней. Но то, что результат будет просто более легкий, это 100%. Пожалуйста, вот я нанесла сверху, также наношу этот цвет и снизу. Но не наносите полностью на нижний век. Это не всем красиво, поэтому я не вижу ваших глаз подкорректировать, как я обычно это делаю на курсе. Я здесь не могу вам, поэтому тут, чтобы не получилось перевернутого глаза. Это когда эффект идет на нижний век. И таким образом все, что вы делали сверху, оно не работает. Вот видите, уже вариант light. Можно добавить блестящие тени, если вам они нравятся, и ресницы, все, тоже будет отлично. Значит, если вы хотите поярче, следующий цвет я беру, темный, который здесь у меня был в самом начале. Набираю темный, встряхиваю чуть-чуть с кисточки, и опять глаза в спокойном состоянии. То есть не делаем ничего, запомните, это важно. Иначе вы не найдете ту точку, которую нужно затемнить. Точнее, с чего это все начинается. Поэтому это принципиально. Итак, вот глаза расслабили. Пускай вот века прям вот лежит. Вот так вот, даже если, да? И вы будете видеть, ага, вот эту часть я хочу приподнять. Поэтому именно ее вы будете затемнять. Как только здесь появится темное такое пятнышко, все, видите, уже сразу есть результат. Уже глаз будет более открытый. Так, верну свое положение. Если сделаете так, то вы можете ошибиться. Нажатие очень деликатное. Старайтесь с кисточкой совсем делать такие нежные, легкие прикосновения. Тогда у вас за кисточкой не будет кожи туда-сюда ползать. Это важно. Затем уже закрываем глаза. И вот тут вот, внешний уголок, где кисточка у вас не попала, вы можете темные тени затемнить близко к ресницам. Но только внешний уголок. Что такое внешний уголок? Приблизительно это до радужки. Вот радужка, вот она заканчивается. Поэтому вот эта зона, она, как правило, темная. Соединяем чуть-чуть с нижним веком. Видите, рисунок он еще немножечко такой, как грубоватый. Поэтому здесь обязательно требуется растушевка. Я беру с этой кисточки, вот так вот убираю тени. И у меня как будто бы она пустая. И теперь, когда кисточка пустая, я могу вот этой пустой кисточкой сделать мягкую растяжку. То есть я не цвет усиливаю, а его немножечко размываю. Потому что когда есть дымка, запомните, когда мы хотим выглядеть моложе, дымка всегда дает ощущение легкости. Старайтесь с ней делать очень сильные графичные линии. Если вы девушка молода, то смело можно это делать. Опять беру тени блестящие и наношу их пальцем на подвижную часть века. Вот тут, значит, пальцем на подвижную часть века, это на центр и поближе к ресницам. Ой, к внутреннему уголку глазу. Вот, соединила матовые и блестящие. Все, теперь осталось сделать керлер. Раз, посильнее нажимаю и долго не держу. И достаточно. И крашу ресницы, создаю панорамный взгляд. То есть, когда вы понимаете всю схему, как это все работает, у вас получается, в конце концов, очень быстро. Это несложно. И не бойтесь тени. Тени матовые могут быть любого бренда. Сейчас огромное количество различных таких коллекций из трех-четырех цветов, которые вам как раз, по-моему, могут создать вот этот вот эффект. Если вы будете использовать в качестве коррекции тени с блеском, у вас может не получиться в итоге вот этот эффект лифтинга. И как в данном случае мы с помощью матовых темных теней спрятали объем. Почему матовые? Матовые не бликуют. Если вы нанесете блестящее или случайно тут растушуете блестящие тени, и они попадут у вас на объемную часть века, то у вас сразу же объем усилится, и будет еще больше нависшее века. Но вот посмотрите, какая красота. Это я делаю с объяснениями. Если ничего не объяснять, а сделать быстренько, я там немножко напачкала, то это еще быстрее. Очень легко. Ничего сложного в этом нет. Вот такой вот омолаживающий макияж глаз. Эта техника подходит абсолютно всем. И я уже доказывала это не раз. За свой опыт, почти 25 лет работая визажистом, я много сняла различных роликов. Вы можете посмотреть на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Напишите тему, которую вы хотели бы, чтобы я осветила. И на всякий случай, чтобы нам не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я очень много выкладываю различные ролики по макияжу, коротенькие, где есть ссылки на мои открытые вебинары, на которые может попасть каждая женщина. И у меня есть ученица, которым аж 72 года. Поэтому все, что касается омоложения, приходите ко мне, я все расскажу. И научу, естественно. Спасибо вам огромное за внимание. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok